Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 октября, воскресенье. И в сегодняшний воскресный день за богослужением Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфянам. Глава 11 стихи с 31 до конца главы и глава 12 первые 9 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Оретый стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. «Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не зная, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня перед нашими глазами пристает очень необычный отрывок, повествующий о неком мистическом опыте апостола Павла. И для тех, кто укоренен в церковной традиции, кто разбирается в Священном Писании, по крайней мере читал его и читал послания апостола Павла, и не один раз он знает, что апостол Павел — это человек, который очень в крайних случаях прибегает к мистическому опыту. Он, прежде всего, свидетель и должен говорить о фактических вещах, о фактах, и не опираться только лишь на мистический опыт. Надо сказать, тогда было очень много такого рода проповедников, и мы знаем, что появляются некие такие проповедники, которые были опасны для христианства, это гностики, которые строили свое учение на неком тайном откровении, которое было передано особым ученикам Христовым, Марии Магдалине, еще кому-то. И это тайное знание, мистическое знание передавалось. И вот сейчас они там во II-III веке сохранили эту тайную истину и придает ее из уст в уста. Но так или иначе, это была просто какая-то мистификация, грубая вольная трактовка текстов Священного Писания, что не могла признать Церковь. Ведь Церковь не отрицает мистического опыта, но мистический опыт не может научить без вербального выражения. И, конечно же, без свидетельства. А свидетельствовать можно и о учении Иисуса Христа. И, прежде всего, апостолы добились такого успеха в своей проповеди благодаря именно свидетельству. Свидетельству не мистики, но чего-то надмирного, конечно же. На воскресение Иисуса Христа, ведь наша вера, вера пасхальная, зиждется именно на пасхальной вести, пасхальной радости. Но так или иначе, здесь нет дешевого мистицизма. И вот коринфяне купились на одних из таких проповедников. Это были проповедники, которые были противниками апостола Павла. И, быть может, они говорили о своем опыте мистики, о каких-то мистических откровениях. Они говорили, быть может, о том, что есть высшие апостолы, вот у них наверняка есть какие-то такие мистические опыты, а вот у вашего апостола Павла нет ничего. И он вынужденно прибегает к тому, что описывает свой мистический опыт, но и то он это делает, как будто со стороны, от третьего лица. Повествует о себе в третьем лице, что был с ним такой вот опыт, что он был восхищен до третьего неба. Третье небо – это особый термин, который бытовал в иудейской среде. Было представление, что вот есть три уровня. Это первый уровень – это первое небо, это небо небеса, которое вот буквально над нами, говорить современным языком, но это, если хотите, озоновый слой Земли. Те облака. Потом идет второе небо, там, где присутствуют звезды, луна, солнце и так далее. А третье небо – это то место, то запредельное место, где пребывает непосредственно Бог. Поэтому апостол Павел, говоря о третьем небе, он не поясняет, потому что, очевидно, это уже было понятно его аудитории, коринфским христианам. И вот он был туда восхищен. И это было видение и откровение. Откровение больше, чем видение, потому что откровение заключает в себе объяснение того, что ты увидел. А видение – это просто видение каких-то символов. А откровение – это еще и глубинная укорененность и понимание, пояснение того, что ты увидел. И видениями были полны времена пророков. Действительно, существовал целый корпус пророков, которые обладали такой способностью. Мы знаем и ветхозаветных пророков, у которых были видения, которые тоже были некоторым образом восхищены. И здесь нужно понимать эту восхищенность. Это как некая тайна, во-первых, для нас. А во-вторых, не нужно здесь это понимать, как физическое перемещение из одного места в другое. Что вот апостол Павел как был здесь на земле, так его на облаке, и он вознесся на третье небо. Нет, такого не было. Но было нечто такое, что действительно было невероятным, каким-то таинственным. И этот опыт апостол Павел открывает перед коринфянами. Он не хочет этого делать. И понимает, что лучше хвалиться не этим. И за то доверие, которое Бог оказал апостолу Павлу, Он дал ему за тот дар вот этого видения, вот этого мистического опыта. Он дал ему и ангела сатаны, которые тоже жало в плоть, о котором он пишет в данном послании, которое его, скажем так, смиряло. Не давало ему уйти в какие-то слишком мистические практики, чтобы не впать в какую-то прелесть и гордость. И поэтому он говорит, что мне не хочется, чтобы обо мне думали нечто большее, чем вы видите сейчас при мне, когда я вот стою между вами и говорю вам или пишу вам. И мне лучше хвалиться моими немощами, потому что через них совершается сила Божия, говорит апостол Павел. И призывает коринфян тоже, как склонных людей из языческой среды, которые склонны к поиску такой мистики, он говорит о том, что лучше пребывать вот в таком смирении, чем упасть в такой неправильный мистицизм и доверять только мистике. Поэтому апостол Павел говорит о том, что и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Итак, дорогие братья и сестры, будем и мы стремиться к тому, чтобы в нас обитала сила Христова. Будем стремиться не к каким-то высотам духовным, в плане мистическом, а будем стремиться быть добродетельными людьми и следовать Христовым заповедям. И таким образом мы спасемся, совершая свое спасение в страхе Божьем. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости, о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое приемы и грешене небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова